Всем привет! Сегодня я покажу как мы делаем пшеницы и как мы его потухали. Сначала нам нужно срезать пшеницы и пшеницы. Поехали! Пшеницы получились. Теперь мы добавляем немного воды. И включаем. Вот такая вот у нас получилась зеленая масса, перебитая. Сейчас нам нужно просеять, чтобы все росточки зеленые, которые превратились в пюрешку, остались на ситечке. Продолжение следует... Продолжение следует... В этот раз я решила выращивать пшеницу в таких пластиковых полточках. Но столкнула с тем, что слишком густо все посадила и начинает образовываться местальный плесень. И в следующий раз я просто буду в два раза меньше плотности засеивать пшеницу и посмотрим, как она дальше будет расти. Сок в самих проростках пшеницы мне не очень нравится по вкусу, поэтому мы его добавляем в смузи и пьем. Ну, наверное, всем уже известно о полезности этих росточков и сока из этих росточков. Я не буду лишний раз рассказывать об этом, вы читаете в интернете. Но хочу вам сказать, что после того, как выпиваешь смузи и содержание проростков пшеницы, появляется такая энергия, где не хочется много чего сделать. И подрости. Поэтому мы в нашей семье начали постепенно вводить это все. Но, правда, детей мы не приступаем, не можем никак уговорить эти смузы с проросткой пшеницы. Просто смузы у нас же сын фед, а с проросткой пшеницы мне очень-очень нравится. Как я уже говорила, я обрабатываю пшеницу раствором фитохелпа. Поэтому корешки покрасились в коричневый цвет. Я их срезаю ножницами и вычищаю все поддоны с сеточкой. И все, что у меня остается после обрезания пшеницы, уходит нашим корочкам. Вот наши корочки. Сейчас я им дам вот такое вот витаминизированное угощение. И они нас отблагодарят яичками. Отойдите. Вот так. Надеюсь, это видео было кому-то полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok